Рядом со Свято-Екатерининским монастырем и школой милиции стоит небольшое здание из белого кирпича. Здесь расположено третье хирургическое отделение Видновской районной клинической больницы. И именно сюда приехала с инспекцией представительная делегация Совета депутатов Ленинского района и депутата Московской областной думы Владимира Жука. Это здание вошло в программу Московской области по ремонту, капитальному ремонту и строительству объектов здравоохранения. Программа формирует адресный перечень, я имею в виду правительство Московской области. Поэтому на период 17-18-19-го года оно уже есть и там все адреса перечислены. После осмотра здания с внешней стороны прошли внутрь. Для начала расположились в небольшом кабинете заведующего отделением, как говорится, в тесноте до невобиде. Рабочая группа, рабочая встреча. Смотрим, как реализуется программа Московской области, государственная программа по ремонту, капитальному ремонту и строительству объектов здравоохранения. Это один из пунктов плана Московской областной думы нашей фракции, нашей партии. При непосредственном участии думской фракции партии «Единая Россия» был принят бюджет, на основании которого выполняется эта программа. Соответственно, представители фракции в местных советах депутатов участвуют в контроле ее выполнения. А поработать есть над чем. Начать нужно, конечно, с внешней стороны. Почему? У нас очень сильно течет крыша, кровля. Поэтому, что бы ни делали, она будет протекать. Первостепенно ее можно и летом делать, не закрывая отделение. После совещания небольшая экскурсия, которую проводит заведующий отделением Василий Витальевич Осокин. На 15 мест рассчитано хирургическое отделение, на 25 – глазное. В месяц больница принимает более 60 человек. При этом здесь 40 лет не менялись радиаторы отопления и отсутствует система кондиционирования. Проблема ремонта назрела давно. Корпусом был в 1962 году, построен в 1962 году. Последний ремонт здесь проводился 19 лет назад. 19. Больше никаких косметических, никаких ремонтов не было. Палаты чистые и уютные. В рекламных проспектах их принято называть повышенной комфортности. Но при внимательном рассмотрении видны проблемы, решать которые необходимо было еще лет 20 назад. Мы боимся открывать, а не выводят. Конечно, у нас просто выводят. Уже видно, что... А летом как? Проветривать это? Ну, форточки открываем, стараемся, да. В общем, если мы, благодаря Геннадию Ивановичу, смог бы поменять, там три окна вот у нас будут. На ремонт здания планируется выделить порядка 36 миллионов рублей в течение двух лет. Поступление первых средств начнется в ближайшие месяцы. И хотя программа финансирования рассчитана на два года, и после проведения ремонта, уверен Владимир Жук, работа продолжится. Такое помещение, как сейчас есть, новое оборудование современно ставить, ну, это, наверное, не целесообразно. А после того, как будет все сделано, после этого и будет, и возникнет вопрос, и необходимость наполнить его современным оборудованием. Существуют планы и по расширению больницы, и постройке дополнительного корпуса. Но пока это будущее. А ремонт лечебного заведения, который начнется в ближайшее время, уже настоящее. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Екатерина Чернышева. Видное ТВ.